После выхода в эфир репортажи моего коллеги и дорожники и коммунальщики будто очнулись ото сна. Еще вчера этот тротуар напоминал больше каток. Уже сегодня он щедро посыпан песком. Такая же ситуация и на городских дорогах. Везде все посыпано и чисто. И это все, конечно, хорошо. Да только вот, как говорится, поздно пить боржоми. Ведь пострадали люди и пострадали автомобили. И все из-за эффективной работы коммунальных и дорожных служб. Поскользнулся, упал, очнулся гипс. Случай, так напоминающий сюжет из фильма «Бриллиантовая рука» произошел 1 ноября с Данилом Исполиновым. Правда, вот бриллиантов под гипсом нет. Напротив, молодой человек только в убытке. Полтора месяца на лодыжке Данила бременем повисла гипсовая повязка. Он буквально двух шагов не дошел до своего автомобиля. Упал. Виной всему скользкий тротуар. Причем перед этим случаем он неоднократно пытался дозвониться коммунальщикам, чтобы те посыпали песком пешеходную зону. Но на другом конце провода лишь раздавались длинные гудки. Виноваты те, кто обслуживает данный дом, но и в целом те, кто контролирует. Потому что у нас метель проходит, дороги техника выезжает в 5-6 утра. Никто не звонит. Чем пешеходы, скажем так, хуже автомобилистов? Что нельзя, что ли, когда у нас начинается таяние льда, гололед, что нельзя, что ли, как-то превентивно посыпать это песком. Так что здесь, я считаю, целиком полностью вина на коммунальщиках лежит. За неполных две недели количество пострадавших от гололеда и плохой работы дорожников и коммунальщиков увеличилось в разы. Горожане поскальзываются и получают всевозможные травмы. С 1 ноября около 26 человек прошло через приемное отделение именно с травмами уличными, которые получены не в быту, не криминальные, не ДТП, а именно уличные травмы. То есть люди падают на улицах, причину указывают гололед, непроходимость дорог. В основном это переломы, ушибы, травмы, конечностей. Но есть несколько, зачем-то. Это как и дети, и взрослые, но в основном взрослые, пожилые люди. Не лучшая ситуация и на городских дорогах. За ноябрь из-за скользкого дорожного полотна увеличилось количество аварий. В ноябре месяца текущего года произошло 34 дорожно-транспортных происшествия. В двух дорожно-транспортных происшествиях пострадало три человека. Сопутствующими факторами таких дорожно-транспортных происшествий является плохое содержание уличной дорожной сети. По данным фактам заведены проверки, в ходе которых будет принято предсоциальное решение. Впрочем, тема дорог заслуживает отдельного внимания. Сейчас наши доблестные дорожники отчаянно борются со снегом, что выпало за ночь и за первую половину дня. Похвально хоть что-то доделают. И даже ночью снегоуборочная техника теперь работает. Возможно, такая оживленная работа дорожников связана с разговорами о передаче полномочий по ремонту и содержанию дорог из города в округ. Напомню, эта тема стала одной из главностных оперативных совещаний губернатора. Из года в год весна показывает, что власти Наринмары с ними не справляются, но и не спешат избавляться от этого времени. А может, все-таки стоит, и вам работы будет меньше, и дорога в Наринмаре наконец появится нормальная. Алина Волучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.